сегодняшняя тема возбудители гнойно-воспалительных процессов грамм положительная стафилококки и стрептококки обладают способностью вызывать у человека воспалительные процессы, которые сопровождаются образованием гноя. поэтому стафилококки и стрептококки это гноеродные кокки. стафилококки обнаружены Робертом Кохом, выделены из гноя фурункула пастера, а детально изучены Розенбахом. по таксономии относятся к семейству микрококкации роду стафилококкус, три вида. стафилококкус ауреус, стафилококкус эпидермидис и стафилококкус сопрофитикус. морфология. форма шаровидная, диаметр составляет 0,8-1 микрометр. расположение в мазках бессистемное, напоминают виноградную гроздь. неподвижны, спор капсул не образуют, методом грамма окрашиваются положительно. культивирование. стафилококки это факультативные анаэробы. они неприхотливы к питательным средам. оптимальная температура 37 градусов. на мясо пептонном агаре образуют колонии круглые с ровными краями. цвет колоний зависит от пигмента. пигмент не растворяется в воде, но растворяется в эфире. белый пигмент, как правило, свидетельствует о непатогенности стафилококка. лимонно-желтый принадлежит условно-патогенному, а золотистый пигмент соответствует стафилококкус ауреус, золотистому стафилококку. иногда используется элективная среда желточно-солевой агар в составе 10 процентов натрий хлор и куриный желток. повышенная концентрация хлорида натрия подавляет размножение сопутствующей микрофлоры. ферменты. стафилококки вырабатывают протеолитические ферменты плазмакагулазу, фибринолизин, гиалуронидазу, днказу и рнказу, лейкоцидин и пенициллиназу или бета-лактомазу. разрушают пенициллин и обуславливают устойчивость к пенициллину. токсины. гемолизины альфа-бета-дельта-гамма. альфа-токсин продуцируется золотистым стафилококком и обладает кардиотоксическим действием. может вызвать остановку сердца. энтеротоксины а, б, ц, д, е, ф. они антигенно различаются, не меняют органолептику пищи, то есть вкус, цвет и запах. термо стабильны. эксфолиативные токсины могут вызвать пузырчатку новорожденных. резистентность во внешней среде. стафилококки устойчивы к высушиванию, замораживанию, к действию ультрафиолетового облучения. но они чувствительны к раствору бриллиантовой зелени. поэтому при гнойничковых поражениях кожи эффективен раствор зеленки. эпидемиология. по источнику может быть эндогенная инфекция и экзогенная. заболевание антропонозное. источником являются люди. пути передачи аспирационный через воздух, контактный и алиментарный через пищевые продукты. входные ворота многочисленные. это поливоротная инфекция. это поврежденные участки кожи. в стационарах возникновению стафилококкового заболевания способствуют оперативное вмешательство, длительная катетеризация кровеносных сосудов, внутривенное ведение препаратов. в этих случаях инородный материал может создавать очаг стафилококков и входные ворота для их проникновения. предрасполагающие факторы. диабет, почечная и печеночная недостаточность, наибольшая восприимчивость у грудных детей. патогенез. вызывают неспецифические гнойно-воспалительные заболевания общего и местного характера. около 120 нозологических форм. как все условно-патогенные микробы, стафилококки не имеют органного тропизма. и поэтому так много нозологических форм. поражение кожных покровов. фурункулы, карбункулы, абсцессы, флегмоны, панориции, пиадермии. поражение слизистых оболочек. конъюнктивиты, отиты, энтероколиты. поражение внутренних органов. абсцидирующая пневмонии, сепсис, остеомиелит. сейчас говорят об увеличении случаев и утяжеление течения госпитальной стафилококковой инфекции. иммунитет не остается. возможно повторное заболевание в виде рецидива или реинфекции. причина кроется в том, что в органах и тканях людей имеются общие со стафилококками антигены. это явление носит название антигенной мимикрии. лабораторная диагностика. исследуемый материал, гной, отделяемая слизистых оболочек, мокрота, кровь, пищевые продукты, сметана, торты, кремы, рвотные массы, промывные воды и испражнения. первый метод бактериоскопический, он ориентировочный. в мазках обнаруживаются грамм положительные койки, расположенные гроздями. второй метод бактериологический, ведущий. гной, отделяемая ран, засевают в чашки петри и выделяют чистую культуру. если исследуемый материал кровь, ее берут стерильным шприцом из локтевой вены больного и засевают сахарный бульон. когда выделяют чистую культуру, для идентификации проверяют гемолиз на 5% кровяном агаре. гемолиз эритроцитов это основной признак патогенности стафилококка. для идентификации проверяют ферментацию монита и плазмокоагулацию. при внутрибольничной стафилококковой инфекции определяют фаго вар стафилококка чувствительность к антибиотикам. третий метод биопроба. при пищевых отравлениях для обнаружения энтеротоксина используют котят. маленьких котят-сосунков заражают через рот фильтратом рвотных масс. и через 30 минут у котят развиваются симптомы гастроэнтерита. разберем лабораторную диагностику стафилококковых заболеваний на конкретных примерах. такой пример. больной обратился к врачу с жалобами на боли в кисти и увеличение подмышечных лимфоузлов. а при осмотре у пациента панорицей на фаланге пальца левой руки. каков предполагаемый возбудитель, какой материал надо взять для исследования и какие препараты нужно назначить пациенту. скорее всего панорицей вызван возбудителем гнойно-воспалительных заболеваний и скорее всего это стафилококкус ауреус. стерильным тампоном для исследования берется гнойное отделяемое. делается посев в питательные среды в чашки с кровяным и желточно-солевым агаром. проверяется плазмокоагулазная активность и разложение манита в анаэробных условиях. а лечение назначается антибиотиками с учетом результатов антибиотика граммы. еще одна задача. у пожилого пациента 65 плюс на фоне рецидивирующего фурункулеза наблюдается резкий подъем температуры до 39 градусов, озноб, тахикардия 110 ударов в минуту, лейкоцитоз и сдвиг лейкоцитарной формулы влево. надо поставить предварительный диагноз и сказать, какие лабораторные исследования нужно провести в данном случае. предварительный диагноз сепсис, то есть возбудитель из первичного очага попал в кровь, там размножается и локализуется. скорее всего, это стафилококковая этиология. у пациента забирают кровь 10 миллилитров, засевают в элективную питательную среду на 100 миллилитров и проводят бактериологическое исследование. затем культуру идентифицируют по тем же признакам, как в прошлой задаче и определяют антибиотикоустойчивость этого штамма. еще задача. пищевое отравление возникло у группы рабочих, которые в буфете предприятия съели булочки с кремом. булочки были вчерашней выпечки и не хранились в холодильнике. какой материал подлежит исследованию? каков ход данного исследования? у рабочих появились боли в животе, рвота и жидкий стул, поэтому материал для исследования, испражнения, рвотные массы, промывные воды желудка и остатки крема. проводится бактериологическое исследование, то есть посев возбудителя с целью выделения чистой культуры. пищевое отравление при употреблении крема чаще всего вызывает стафилококкус ауреус. питательные среды для посева желточно-солевой агар и кровяной агар. идентификации проводятся по обычным признакам морфологическим, тенкфериальным, при посеве в полужидкую среду гиса с монитом и в посев в цитратную кроличью плазму для определения фермента плазма коагулазы. профилактика стафилококковых заболеваний. общие гигиенические мероприятия, предупреждение травматизма, соблюдение санитарно-гигиенических норм в родильных домах, хирургических отделениях, особенно на производствах, связанных с микротравмами кожи, например на консервном заводе. для предупреждения внутрибольничной стафилококковой инфекции проводят дезинфекцию и бактериологическое обследование персонала на носительство стафилококка. лечение. этиотропные назначают полусинтетические антибиотики, устойчивые к воздействию бета-лактамаз, цифалоспорины, метицелин, оксоцилин. биопрепараты стафилококковый анотоксин назначается рабочим некоторых производств при хронических формах. стафилококковая плазма это жидкая часть крови доноров иммунизированных стафилококковым анотоксином. стафилококковый иммуноглобулин самый ценный препарат, если только удастся его раздобыть, это гамма-глобулиновая фракция крови доноров иммунизированных стафилококковым анотоксином. используется для лечения сепсиса. стафилококковый бактериофак применяется местно при нагноительных процессах. это может быть очищенный жидкий концентрированный, может быть линемент, и могут быть таблетки с кислотоустойчивым покрытием. аутовакцина при хроническом фурункулезе. антифагин это термостабильный стафилококковый антиген. культуру прогревают при 100 градусах и фильтруют. применяют при гненечковых поражениях кожи. препарат усиливает фагоцитарную активность лейкоцитов. динокологическиеolutions пол 마칠 украины клиент конечки авющие пасти достижение